всем привет давно хотела записать ролик по поводу как мы жили в 90-х годах точнее выживали даже не знаешь с чего начать я пожалуй начну с того как мы советского союза еще мы переехали в 86 году волгодонск из нижегородской области где не было ничего я помню магазины вот синий магазин с синей краской покрашенные там килька консервы расставлены вот пирамидками черный хлеб и килька такая соленая килька вот тот моё это ну там конечно была сметана все это было натуральнее чем сейчас подсолнечное масло я прям помню этот запах его еще наливали в трехлитровой банке либо в бидончике ну кто с чем приходил так вот когда мы переехали в волгодонск то все стало перевернулось такое было щенка вот мы за границу попали во первых сам город молодой дороги широкие улицы широкие везде свет на газонах на клумбах растут розы и все это никто не срывает не режет одно все это цветет светоухоженно это была вообще красота и были супермаркеты такие по тип наших может быть они там чем-то отличались но вот самообслуживание и там было всего завались и причем стоило все копейки и в общем и как прай попали с голодного края плюс еще к сам климат тепло в общем вот это цемлянское водохранилище но как море мы купались там чуть ли не каждый день ходили купаться ездили то на пятый канал то вот на цемлянское водохранилище ну в общем мы наслаждались но все это было недолго все это нас наше наслаждение пришли значит вот девяностые года 90 годах уже было такое веяние уже чувствовалось мы поехали на море в кабардинку на машинах и тогда было вот прям чувствовалось отношение вот местных особенно вот не русских вот к нам это прям напряг такой чувствовался но и дальше краше потом так вас 93 кажется да вот отсоединились украина с белоруссией так что тут надо посполнить эту часть истории потому что с 91 еще иногда путаю вот когда мне тогда было сколько в 93 наверно уже лет 13 не 14 12 13 наверно так да наверно так не суть просто я помню вот эту ситуацию когда родители сказали ну все теперь украина не с нами и я-то метод был какой-то как это это как все равно что сказать но все москва теперь не с нами или там владимир теперь не с нами вообще как-то не укладывалась такой был какой-то вот ну я почувствовала внутри какую-то боль за это за все потому что для меня украина белоруссия это было но как бы одним целым таким ну просто назывались по-разному да там то же самое как сибирь там татахстан или еще что-то ну как бы все это в составе одной страны ну ладно в общем вот эти вот стали такие тревожные звоночки и потом в общем от 93 года начался полный какой-то такой постепенный нет еще еще не полный еще только вот начиналось менялись тут и деньги и как-то все было непонятно неопределенно и каждый день ты просыпаешься не знаешь что тебя будет ждать к вечеру начали появляться вот эти вот и группировки мафиозные но они уже по были но как бы они проявлялись более ярче более наглее помню девчонки рассказывали шли с репетиции вечером им нужно было дорогу перейти они стоят машины едут ну что вот и вдруг начинается из одной машина в другую стрельба и могут такие стоим возле дороги вот они перед нами проезжают стреляют а нам что делать это любишь это ли ложится еще пока они тут думали чем делать они уже проехали то есть это было вот в городе обычным делом но я не попадала ни разу слава богу родителям значит перестали платить зарплату не платили по 8 месяцев и это было жесть мы значит под зарплату они надо брали но мама брала себе под зарплату этих сахар причем комковой если ты хочешь что-то приготовить то мы его сначала как-то вот в воде я немножко вот в этом как на сиропе делали особо делать нечего было сейчас расскажу что мы делали мука сахар и растительный масло но стоило там недорого полторашку возьмешь еще да у нас было 20 литров наверно масло это мы тогда колхоз убирал семечки а вот то что подсолнухи остались какие-то мы их вот добирали там мешки сдавали на отжим вот их отжимали вот нас было масло какой-то в период времени у нас было вот это вот масло который активно использовался потому что как бы особо использовать было нечего пошли это идет макароны быстрого приготовления тоже но они стоили денег а деньги нужно было где-то взять и как вот мама сейчас и тогда вот эту вы уже не не очень помнила а участ я понизна узнала то что мама и как-то там зарплаты но как-то себе там чуть-чуть урезала в чем-то чтобы мне и брату вот эти вот хотя бы макароны были там о шоколадках конфетах это можно было вообще забыть спасибо парням которые за мной ухаживали вот она не надо приносить шоколадку это было прям вот ну радость какая-то и что мы делали вот с мукой если была мука и сахар с маслом то это все ну как бы уже не печалились было все нормально потому что мы делали печенье на рассоле то есть берешь рассол из-под помидор или из-под огурцов под помидор он лучше они вкуснее получались уже не помню сейчас рецепт и если кому вдруг интересно пишите я его найду и это расскажу он был не хитрый мука соль ой не соль сахар вот этот вот комковой который раз в этом рассоле разделывали но наверное все но я не помню масло туда вливали нет наверное нет вот эти лепешки там делали такими шариками и на в духовку выпекали надо делали этот морковный пирог потом что-то типа пончиков мне кажется колокола звонят у михалкова в церкви музыка играет еще люди отрываются видимо на природе где-то вот ели вот эти вот лепешки мы их делали много потом делили каждому уже каждый мог съесть сразу либо растянуть кого как получался тут основное потом бабушка приехала как-то и при ну купила нам упаковку макарон ну прав коробки длинные такие спагетти вот эти макароны еще пошли в ход но естественно картошка там овощи мы сами выращивали потому что дачи были у нас было две дачи одна была в аренду взята то что было поближе а то которая была у нас наша ну как бы то внешние она была очень далеко туда далеко ехать причем дать как было ехать нужно было очередь занимать на автобус это где-то получалось это иногда если хотелось поехать это в четыре утра я вставала бежала потому что автобус еще не ходили занимал там очередь ждала часа два и только потом ехала ну там уже ничего не сажали потому что ну добраться было тяжело но это покупали когда у нас была машина и вот и когда мы это все ну вот этот началось машина продали в общем я приезжала туда и чтобы успеть на этот же автобус я в общем нанеслась с ведрами собирала клубнику иногда вишню ну что в общем по сезону росло и с этими же ведрами вот прям вот бегом уже там не чашисти ничего лишь бы успеть на автобус и потом я поняла что некоторые думали что я бегаю воровать ну потому что ничего не делаю я только приезжают и забираю урожай и уезжаю вот но я не часто была но такой слух ходил еще у нас дело в том что у нас там был вагончик когда ну домик такой он у нас сгорел я так думаю что мне надо заканчивать и ролик потому что время уже это у меня большие ролики не грузится монтировать я еще пока не умею и большие ролики загружать тоже поэтому наверное еще сделаю как бы вторую часть и подумаю еще вспомню как что было еще интересного